Научный центр акушерства, гинекологии и перенетологии имени академика Кулакова Минздрава России объявил о начале приема на обучение по программам ординатуры в 2017-18 учебном году. С этого года ординатура центра расширится за счет увеличения количества мест для анестезиологов и аниматологов. Планируется принять 12 ординаторов по этой специальности. Центр имени Кулакова – крупнейший многопрофильный стационар в стране и в Европе. Обучение в нашем центре, в ординатории включает как традиционные формы, такие как лекционный материал, семинары, практические занятия, так и новые разработки в области постдипломного образования, такие как виртуальные тренинги, интерактивные лекции, занятия с применением как высокотехнологичных симуляционно-тренинговых манекенов, тренажеров, также и простых, которые, в принципе, должны служить одной основной цели. Это отработки четких алгоритмов действий, которые необходимы специалистам наших областей, таких как анестезиология, рементология, акушерство, гинекология, неонатология. То есть там, где человек должен принять решение, где он отвечает за жизнь, за здоровье конкретного пациента. Люди, обучившиеся в нашей ординатуре, будут специалистами, как называется, под ключ. Это будут те же самые космонавты, которые прошли полную подготовку и готовы к выполнению вот этих четких алгоритмов. Окончив ординатуру центра, выпускники будут владеть методиками общей и региональной анестезии, выполнять проводниковые блокады и просто инфильтративную анестезию, уметь катетеризировать центральные вены, обеспечивать анестезиологическое сопровождение операций различной степени сложности, в том числе в гинекологии, общей хирургии и при операциях у детей разного возраста. В цикл обучения входит сердечно-легочная реанимация, лекции по клинической анестезиологии и интенсивной терапии, затрагивающие травматологию, нейрохирургию, такие вопросы, как преэклампсия, массивное кровотечение, сепсис и многое другое. А карьера успешного врача начинается со студенческого кружка. Каждый уважающий себя врач, который себя оценил, у которого было чувство мужского или женского эго, конечно, занимался своим развитием, своим образованием. Это должна быть система абсолютно непрерывная, она должна быть органичной, должна иметь свою внутреннюю гармонию. Зачем в крупнейшем национальном федеральном центре окушетства и гинекологии мы, не медицинский вуз, возимся с этой молодежью? Мы не только возимся, мы благодарны, что они здесь, мы рады, что они здесь. У нас есть возможность из лучших выбрать совершенно мотивированных и элитных. Мы будем помогать им, чтобы они попали в ординатуру, помогать устраивать Олимпиады, помогать устраивать их на работу в нашем центре в качестве младшего медицинского персонала, помогать им в каких-то тренингах, в каких-то навыках, участии в статьях и прочее, прочее. По мнению академика Сухих, создание кафедры проведения последипломного образования, в том числе образовательных конгрессов, конференций, мастер-классов с отработкой мануальных навыков – очень важный этап развития научного центра окушерства гинекологии и перинетологии, и в то же время важная составляющая его миссия, как федерального центра, участвующего в непрерывном медицинском образовании в стране. Субтитры создавал DimaTorzok